Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня мы с вами будем кушать копченую скумбрию, также вареную картошку и брокколи. Обожаю брокколи. Здесь у нас пару мандаринов, смотрится все нечто. Я сначала, если честно, все это разместила на деревянной дощечке, потом передумала, и мне кажется, хорошо сделала, что передумала. Здесь у меня кофе. Три в одном. Капучино обалденный просто. В последнее время подсела на кофе. И давайте приступим. Не знаю, я прям руками буду кушать. Извините меня эстеты. Я прям так. Потому что скумбрию удобнее всего разделывать руками. Сейчас смотрела передачу, когда красилась и была немного в шоке. Передача говорим и показываем. Я давно уже ее смотрю. И, к сожалению, они больше не снимают новые выпуски. Приходится смотреть старые. И там, короче, две сестры ругаются. Две сестры-близняшки. Ругаются из-за однокомнатной квартиры. Где-то там, в каком-то городе России. Тридцать один квадрат. Пришли на передачу, ругаются. Я немного была шокирована. В том плане, что, я считаю, для меня лично это неприемлемо. Ругаться с братами за жилплощади. Причем родительская. Ладно, я сама купила. Я думаю, что у нас с братом никогда таких проблем возникать не будет. Я спокойно могу сказать, что мне ничего не надо. Ну, вот реально. По мне... Твое, это на то, что ты заработал. На что ты сам заработал? А так гнаться за наследством. Одна из-за границы приехала, что вот мама умерла. За квартирой надо присмотреть. Короче, такие дела. Посмотрела. Немного была шокирована. Выключила и решила снимать мукбанг. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вы понимаете такие темы? У тебя, например, близкий человек умер. Мама. А ты сидишь и делишь квартиру. Это стыдно должно быть. Ну, по мне. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, квартиры нынче очень дорого стоят. И ладно бы людей не было, где жить. Там у всех есть квартиры. И все равно дерутся из-за жилплощади с родственниками. Другую передачу смотрела. Там вообще убийство. То есть мы в этот мир приходим без ничего. И уходим тоже без ничего. так унижать себя из-за квартиры, из-за денег. У нас на Кавказе намного проще с этим. То есть если у родителей несколько детей, дом всегда достается. Ну, по крайней мере, раньше так было. Всегда достается младшему сыну. И плюс он должен до конца своих дней ухаживать за родителями. Там, возможно, кто там вообще в беспомощном состоянии. И у нас вот такая традиция как бы ухаживать самый младший. И все достается как раз таки ему. И таких вопросов, как завещание, наследство не возникает. Ну, по крайней мере, раньше не возникало. Давайте сегодня постараюсь ответить на максимальное количество вопросов. Здесь очень много вопросов касательно Даши. Я уже отвечала, уже говорила вам. Все вопросы лично к ней. И в какой-то момент она решила, что она не хочет этим заниматься, блогингом. Я, возможно, расскажу какие-то моменты, например, которые она не хочет рассказывать. Поэтому лучше всего все вопросы касательно канала Даши. Почему она его удалила? Напрямую ей. Это ее личное дело. То есть, никто не может ее заставить снимать видео. Я понимаю, что вы ее любите. Вам она понравилась. Но, к сожалению, такое ее решение. Часто такое бывает. Начинают, снимают. А потом понимают, что это не их. Например, я подписана на один канал. Девушке на 5 лет снимает видео. И у нее на каждом видео по 500 просмотров. Хотя мне очень нравится, как она снимает. У нее в основном косметическая тематика. Где еще со скидками можно купить? Мне, например, очень нравится ее канал. Кому-то нет. А иногда даже бывает такое, что канал круто идет. Но круто ведется постоянно новый контент. Но, к сожалению, не выходит в рекомендации. Так что тут по-разному бывает. Я ем потихоньку, потому что боюсь подавиться. Все-таки рыба. Может, какая-то косточка. Дальше маленький ребенок. Куча забот. Сложно это все сочетать. В общем, мне кажется, когда у тебя есть семья, дети, если даже не один ребенок, то сложно начать чем-то заниматься и как-то концентрироваться на этом занятии. Не только физически дети тебя выматывают, но еще и морально. Ты просто устаешь. Когда ты морально устал, ты не в духе, очень сложно настроиться, сесть и снять видео. Это прям миссия невыполнима. Элементарно у меня Твиксик взял свои дела, сделан на кровати. Я жутко разозлилась. И в ближайшие 3-4 часа я уже не смогла снимать видео. У меня просто не было настроя. Хорошо у меня в строительном бизнесе, да? На основной работе. Есть настрой? Нету настроя. Я спокойно могу мейл написать, отправить. Когда у меня нету настроения снимать, вот как раз таки я и работаю. Кстати, насчет работы. Сегодня я снимаю для вас видео уже с 7-го числа. Помните, я вам рассказывала, как я сделала продажу своего коллеги? То есть расскажу вкратце, возможно, вы не видели предыдущие видео. Так получилось, что 1-го числа мой коллега должен был выйти на работу. У него был клиент. А у меня был клиент 6-го числа. И он мне предложил поменяться. И вот клиент по его словам все равно ничего не купит. Я подумала, какая разница 6-го или 1-го. Я вообще, знаете, такой человек, я спокойно меняюсь там. Кому смена нужна, не нужна. Потому что я считаю, что на работе ты должна выстраивать, не знаю, хорошие отношения, чтобы тебе было приятно идти туда. Завтра ты уйдешь с работы. Все скажут, а, а та, что стерва, тварь, не поменялась со мной 1-го числа. Я не набухался. Зачем мне оно надо? Мне нравится, когда про меня вспоминают как о хорошем человеке. Хотя, возможно, не всегда получается. Где-то что-то меня хает. Вот. Знаете, иногда бывает такое, что человек к тебе плохо относился, когда вы были коллегами. Я сейчас историю-то расскажу. У меня был случай. У меня был босс. Такой, знаете, мерзкий ужас. И еще был, как сказать, проверка, которая приходила к нам, постоянно проверяла. Там был один парень с проверки. Такой, знаете, очень неприятный человек. И постоянно он что-то какие-то недочеты у меня находил. Постоянно, знаете, все докладывал. Например, нашел недочеты, к примеру, штук 10. Скажи из них 8. Ну, нет, он обязательно скажет 11. Еще что-то придумает, выдумает. В общем, постоянно мне палки в колеса. Этот парень вот постоянно, постоянно просто. Недавно, смотрю, звонит. Незнакомый номер. Обычно я незнакомые номера вообще не беру. Но тут я решила взять, потому что я ждала, по-моему, роллы. Думала, что доставчик. Во-первых, сразу звонит. Возможно, я занята. Он такой, хорошо, что ты не поменял номер. Номер у нас на работе. В базе данных нашел твой номер. Айка, слушай, говорит, я тут собираюсь снимать видео. Точнее, уже три видео снял. У меня что-то на каждом видео по три просмотра. Я решил, да ну нафиг эту работу. Я буду снимать обзоры машин. Твой контент очень, конечно, интересный, но там неприбыльно. А самый дорогой контент это обзор телефонов, обзор машин. Вот там ты за тысячу просмотров можешь и четыре доллара заработать, а мукбанки ты зарабатываешь мало. Потому что продукты, они недорогие. И контент считается не очень такой, знаете, прям крутой. Ну, в ютубе так. Конечно, мой контент стоит дороже, чем, например, детский контент. Дороже, чем разные фильмы, разные, песни, но все равно. Это какой-то середнячок мукбанки. Конечно, обзор телефонов, обзоры машин. Там за тысячу просмотров вы можете получить даже 4-5 долларов. То есть, там расценки такие, может, даже и 10. Опять же, зависит от видео. Ну, в общем, и он мне говорит, ты бы говорить не могла в своем видео сказать про мой канал. Кто захочет, тот и подпишется. Во-первых, начнем с того, что ни одному блогеру не выгодно ни в коем случае рекламировать чужой канал. если вы только начинаете и хотите подзаработать, это не лучший способ заработка. Вы порекомендуете, потом каждый раз в рекомендациях у вашего зрителя будет выходить еще и другой блогер. Вам зачем оно надо? Правильно? То есть, вы теряете свою аудиторию, тем самым вы продаете своего зрителя другому каналу. Вот вы видели, чтобы СТС рекламировал, например, ТНТ или ТНТ рекламировал СТС. Но такое не бывает. У меня такой ступор. Я просто сказала, что вдруг сразу придумала. Я говорю, у меня есть партнерская программа. Но на самом деле у нас есть партнерская программа. и по условиям этой партнерской программы нельзя продавать рекламу другим каналам. Поэтому, извини, я не могу. Если бы я начала бы ему объяснять, что, слушай, это невыгодно, он бы не понял. Меня просто поражает наглость некоторых людей. они думают, тебе-то что стоит? Как-никак, ютуберы конкуренты. Все ютуберы между собой конкуренты. За ваше внимание. Вот вы сейчас сидите смотрите меня. Но вы можете потратить это время на другого блогера. и, следовательно, это другой блогер. Он мой конкурент. Поэтому, уважающиеся блогеры, вы, например, видели, чтобы Марина рекламировала какого-то другого блогера. Не, никогда. Потому что она умный человек, и она знает всю структуру этого ютуба. Правильно делает. Правильно делает. Знаете, может быть, лет пять назад шла эта тема. Пусть смотрят, не смотрят, пошли вы. И пойдут, ребята, пойдут, найдут другого. То есть, нужно максимально вот так вот стараться держать внимание своего зрителя. Сейчас с этим очень туго. Мне, например, когда пишут плохие комментарии, я всегда делаю вывод. А мне брат всегда говорит, правильно пишут. Вот любое замечание, которое вы пишите, меня брат читает и говорит, правильно пишут. Вот здесь тебе надо подправить, но здесь тебе надо еще тысячу раз подумать и сказать это слово. Я заметила, после того, как я начала прислушиваться к людям, которые мне пишут в комментариях, что там. Но я не говорю про тех людей, которые пишут, ты дура, ты дура, ты тварь, ненавижу себя, сдохни. Суть совсем забыла сказать. В общем, мы поменялись клиентами с моим коллегой и так получилось, что первое число я сделала продажу. Чтобы вы знали, о чем идет речь, там сумма 700 долларов. Эти 700 долларов начисляются мне. А 6 числа он должен был встретиться с клиентом. И получается, что он продажу не сделал, клиент выбрал другую организацию и там уже купил. А теперь настал вопрос. Кому же достанутся эти 700 долларов? Начальство сказало, что это целиком и полностью мои деньги, так как он поменялся. Но мы с ним договорились, что мы эти деньги просто поделим. Половина ему, половина мне, чтобы мне не казалось, что это грешные деньги, которые я забрала у него. И он чувствовал себя нормально, так как это изначально был его клиент. На этом мы остановились, оба остались довольны. И в принципе все на этом. Также, если вам не трудно, пишите свои вопросы к следующему мукбанку внизу. Всех люблю, целую, с вами Блайка Эмили. Пока!